сегодня не дошел до этого момента не буду доказывать что вот эти вот фотографии которые были снято до 2007 года если он появился аппарат получилась вот такая история вот а перчиков нет не то до 2000 года вот тут две тысячи двое смотря до 10 вот это они будут все покажу так уже не буду вот они видите персики мои вот вот цветущий вот первые два персика в моей жизни сейчас покажу коробку вот это бесценное сокровище я тратил деньги вот эти фотографии видно здесь полтысячи вот так вот еще надо разобрать еще возвращаться к теме ранней железа пользуюсь в игроках сказал берешь старый материал по новому трактуешь и берешь вот это я был прав а вот здесь нам надо было по-другому вот и учеба продолжается ну не знаю надо это кому то но доказывать что я не люблю уже надоело просто надоело так мы начинаем что делать мы начинаем здороваться виноградов здравия анна здравствуйте юля мельникова это моя племянница добрый день это это она мне не дает теперь покоя это это она сказала когда сели в машину поехали какая-то неведомая села на перекрестке перевернул автомобиль вот теперь мне надо этим и получается так и я довожу до ума если заинтересуется как-то ну чтобы этим ученые а чтобы был случай это я Юля если бы участвовать фамилию не увидел Юлия мельникова я бы не стал бы летел продолжать получилось так зам какого-то губернатора вот так крупнейшая шишка разбился насмерть вот и вдруг показывает я так удивился вот приехали конечно телевизорчики и приехал такой же как я городской сумасшедший с рамками ну тут ходит и показывает и рассказывает вот тогда телевизорчики которые поговорили с этим дедом подходят к крупному чиновнику то ли гаишник то ли просто ну там ноги съехали шокодал все погибли около 2 ранды вот и спокойно вот этот товарищ является вот он с рамками шокодная педагенда зона что здесь надо знак поставить ответ был такой четкий и понятный надо ездить аккуратно . то есть чиновник он может по каким-то других другие участки мозга работает но он не понял что он не послушал деда не дал кого здесь поставить ограничивающего уже не просто предупредительный ограничивающий знак он мог бы еще кого-то спасти для меня он просто человек невежий который не на своем месте он на всякий случай должен был поверить а что трудно проверить а что трудно создать комиссию что вот везде где памятники стоят в покойном на дорогах вот померить биополе это самое уже не биополе а биополе земли померить значит если это в доме людей которые заболели раком посмотреть историю болезни сравнить вот как я своего друга померил я считаю что он раком заболел из-за этого четко на гепатогене вроде спал это не шутки клянусь богом все что я сказал правда только кому это нужно вот я вот померю Юлию Мельниковой посмотрел и все она опять вернулась на болевшее сейчас попробую померить все это рамками вот кому это надо убедить хотя бы Абаканское телевидение Садыгорское видео уже два года назад послал Абаканское хотя бы может быть Косноярское или должен доброход вот такой веками знаете как я бы сделал допустим убедился до конца да сильнейшая мертвая гепатогенная зона и вдруг кто за деньгами а зачем деньги мне нет вот еще несколько слов скажу я не могу иначе дело в том что был еще один случай а а в интернете вопрос возникает значит человек так же объявил что это дорога смерти нарисовал знак нарисовал огромную красную каплю крови и с этой капли как проект пошел к или даже не в ГАИ а в какую-то службу которая делает эти знаки это не ГАИ делает зашел он зашел он эту службу и мы сказали у тебя с вас сошли один знак стоит 600 тысяч я вот это убил это уже лет пять прошло а может десять знак 600 тысяч и где там зарабатывает или что а друзья или зарабатывает просто на них знак 600 тысяч так им ответили или просто шепот откуда будет навязался тут еще один городского один уже третьего городского я первый тот второй когда расследовал зам гувернатора и вот он третий с красной горной каплей ой так секундочку что поделать до конца я не выгорел поэтому полминуты ровно полминуты ровно полминуты ровно полминуты странификации прямая учеба а пока пойдем дальше так антон колесников всем добро лица всех садоводов вот я не взглянулся за окном начинаем 9 всем здорово удачи мальков пропал 7 лет связи магазин работает нет вы поймите сами представьте себе что вы мальков значит у него это загадка моя вот как он может отвечать если допустим магазин работает да я проверил этот то есть активно ведет себя его сайт а почему он не отвечает а вы бы стали отвечать если бы из 10 вопросов 9 было почему у меня умерло гоните мне замену вы бы стали отвечать есть другой способ если человек интересуется там на сайте есть система автоматическая то есть закажет безучастен человека поняли он мало не дурак и дурак он не малый так вот значит мальков отвечать не будет потому что когда торгуешь мертвыми садовцами изначально мертвыми письмо то помните нет изначально мертвыми а как если они из Италии из Голландии из Сербии пусть даже из Польши даже пусть из этого как они могут с живыми доехать то потом задача купить этот мусор по дешевке и продать так чтобы он не прилетел ответ чтобы брать телефон и выслушать все что тебе думает ага сейчас вот такое мое мнение так Юрий брат здравствуй Данила хорошее настроение и вам тоже Игорь Аксёнов здравия Татьяна здравствуйте вот Московская Владимирского Вечер Средин привет Арсен привет Сергей привет Сабарского всем винограда вот кстати письма пошли а то я уже начал скучать так винограда плюс поставил спасибо Татьяна пока после того как начиталась по Дюмова об обрезке все яблони заболели черным раком есть два круги вот тот который очень влезет тот который разучил так и так все яблони заболели черным раком переплевала от них дочки а это хорошо что вы спасали путем потомства слава богу полонносят то зачем он всем преподносит чёрную технику и сам живет на юге теперь все пожалуй все есть пешки из кости кое-что подносит Танечка милая я бы сейчас расцеловал бы вас вот просто расцеловал жаль что не дотянусь спасибо вам за такое письмо в а кстати мне так редко один в случае сотни какая-то грязь прилетает в один и сотни ладно в прошлом году совершил котики родной культуры ага это по мне некоторые котики лопнули раз не пошли сами семья не сгнило а на время хранения подсохло вопрос зайдут этой весной как проводить соревнования как по особенному давайте так во первых это не я вот скажу зайдут или нет давай мне скажут я не то что волшебник не то что учусь просто я не могу агата предсказать по этой информации раз скажите потом чем дело кончено как проорисфикацию себя я провожу как обычно фильм недавно создан и на следующий вебинар для меня брат посоветовал с этого и начну просто как подберу двадцать фотографий лучше бы конечно прямо еще раз посмотреть на мой этот фильм но должен хорошо сесть к обеду не каждый находит эти фильмы я допустим сейчас открою его а там будет 300 просмотров а надо что бы смотрела это 30 миллионов когда мы были бы сады как проводить себя как вы пишете как обычных нет как обычных так смотрите так Александр Николаевич привет надо сейчас снимать фильм про обрезку брать обрезчика и на то есть не надо все бороться интересно сколько обрезчик выдержит ай молодец Николаевич ну ты такой и есть вы понимаете вот я иногда думаю кто меня заменит а не больше двух трех кандидатов ладно не будем в обрезку а заменим и так интересно сколько обрезчиков выдержали если его снять даже перчатки просто перчатки даже не выдержать не это не отрезать его ногти не отрезать его пальцы а просто перчатки снять но есть в Татарии Междугородской Бордовии идут никаких оснований не веришься такие морозы в Москве не будут либо меняются морозы будут сильнее но об этом ну понятно грустная тема Татьяна Валерий что можно приедет на ваши сливые я так понимаю китайские плодины розовые но мешковатые вот потому что перерожая это вкусная слово мешковато хи 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 Таня еще не закончился раздвор вот скажите что такое мешковатый слив розовый это черное если не розовое давайте ниже напишите тогда уже разбираться на медалей персик тоже хорошо расчет в укродном вене да что такое медаль многие считают его диким персиком не может а почему дикому персику не стать подвоем медаль это для персиков культурного все правильно а в укродном виде да потому что медаль тоже не самый морозный хоть в тайге живет Татьяна переход плохо печатает низковатая черпкая переход плохо печатает слева мешков китайка мешковатая черпкая ки а опять слово мешковатый я не понял так Борис добра и света и вам Виктор Валерий Васильбровский в своем книге утверждает что интересно 121 правильно и второй вопрос а у Вини такой же срок и чем это сейчас а у Вини что такое Вини сегодня все сейчас ошибки перепишем так Татьяна ябленно родитка с мелкими вкладами на перекректе после третьего не будешь да 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 вы знаете шансов что вырастет родитка с мелкими вкладами и вдруг потом что даст крупные а дай соки где лучше для себя только как по двой так Елена Тимофеева и что где посадить и у меня вопрос что можно ли что-то посадить под деревья сейчас скажу Елена тут скажу вас Елена так давайте так я бы под деревьями во первых я бы прекратил раз навсегда и разучил бы научил бы чтобы это студентов чтобы от них пошло по всей стране чтобы вы знали никаких клубов под деревьей никаких тяпок никаких лопат никаких федератов никаких цветочков ничего чистый 100% идёт если хотите чтобы в дереве вот так вот что жизнь не происходит до смерти раз вот если бывает что места не хватает как у меня я бы показывал фермеру да вот посадил рядом не растут ни хрена потому что сразу уже в цветочной цепочке быстрее дать урожай показывают накрыто от солнца слева спереди и справа тут места мало вот тут я согласен поэтому есть возможность садите пожиже но если вы хотите иметь экспертальный сад и хотите сэкономить годы то что я сказал садите пожиже надо держать в уме чтобы в конечном счёте сад был пожиже а пока садите погуще что-то пересадите что-то вы от собой и в конечном счёте будет там 5 до 5 и говорите богу что вот такое мощное дерево как я вам показывал 5 8 10 метров вот это конечно в счёте а пока садите через метр не бойтесь ничего ой куда я потом диван вот это самое издевательское для него зачем мне столько куда я диван буду приходит письмо пишите мне три косички мне надо три дерева точка мне не нужны ваши распасовка по 10 вот так вот на этом я наболел идем дальше татья напишет белка китайка получилось а чё особенного можно садить дело в том что как правило у меня белки не получаются почему это как бы прошлый век вот они были белки крупные косточки а они уже не это у меня берут у китая чередки но это селекционеры они не знают для чего берут они потом ого-го как развернутся а для нормального обычного датчика скотчком посадил надо чтобы выросла крупная отборная слива но каждая не будет это вы должны знать с каждым годом все становится культурной культурной но это еще не конец истории я беру скромные культурные китайские дальневосточные вишни это 20-30 мг косточки а в эти косточки все может быть вот я и говорю да я поехал на рынок а тебе не божалка выбраться посмотрите на свои ногти вот такие китайские селы вот такие вот и главных блок как их собрали я думаю что придет собрать я говорю сразу у меня есть уже я сразу съелился только что приду вот таких не собрать а они собираются нормально я родители попробовал такой же вкус тут белки невероятны ну давайте посмотрим татьяна у вас белка она хоть вкусная или нет можете чуть даже ответить дальше вы спрашиваете есть ли а насчет последней по деревне я не договорил смороди посадите ей особо не нужно ссаться она настолько не прихотела в конкуренцию не вступает с ямы с грушами с левыми вот каждый 5 метров еще пару вод у бон до бон да он Ну, короче, справа. Так точно я сам не знаю. Ну, да, растет год, я хихикаю, все сдохнет. Второй год растет, я хихикаю, сдохнет. Третий год я хихикаю. То есть все, ты на пятый год покрылась плодами. Я говорю, так, плоды твоей, корочки мои. Уже то, что выдержало, это о чем-то говорит. Уже то, что вкусное, о чем-то говорит. Здесь, в Сибири, и тогда у меня есть четвертый шот, и путь, и пятая, и суженка. Вот, пожалуйста. А что вы думаете, если это что-то иметь буду? Я отползал немножко, и боттеру 500 рублей отправляю. Попробую, что это было, так, и я начал реализовывать твои косочки. Мне твои деньги не надо. Я сейчас просил, запахну, хватит, но шутку понял. Вот такие дела. Виктор, Валерий Копчевич, как он шел в Сибири, сибирский штаб и сфальтовый. Два-три месяца. Точнее, не получается сказать, потому что часть из них сходит, перерастает, а часть еще спит. Два-три. Принцип тоже. Садите больше. Допадайте больше в Сибири. Вот это самое главное. Тут нельзя было фиксировать. Точнее всего, сколько лет. 56 дней, или 78, такого нет. Важность у всех разная. Сроки хранения разная. Тогда это до высадки. И в температурах хранения тоже разная. Так, Валерий Копчевич, что нужно сделать весной? Когда одно съет, припекать солнце, разгребать снег или утапкать. Ох, абрикосы, груши боятся. Разгребите. А сами оставьте в покое. Сривы, вишни. Я бы наедил тресторский. Сами. Принят древесер, а он сам оставит. Вот и все. Потому что бывает снег настолько глубокий, обстанавливается опасно и неравиат. Вот для этого. Так, Таню пишет. Поэтому мы с вами еще не закончили. Почему вы вырубаете древесер, а не прикрываете? Я вырубал деревья, которые уже не давали ни одного веточки, как этого на прививку. Крис полностью 30 лет. Они в 22 году дали сумасшедший урожай. Все. Все. Сейчас под библи лежат. И сейчас, в свою минуту, тысячи косточек. Потому что я собрать весь урожай не смог. Там многих было 20-30 лет. Я их действительно спилил. Потому что на капитацию, для уникального сада, земли нет. 50 миллионов гектаров зарастают сосны. Я показывал, фотографии делал. Для земли нет. Земля, называющая хехосом вначале, значит, я не поможу. Другое дело, что седурник у нас, седурник у нас, он не имеет права в этот процесс вмешиваться. Потерять работу. Потерять зарплату. И положить. Вот. А поэтому так и сделал. Я примерно половину сыновей-мажорца вырубил. Несколько погибло культурных, но они гибли особо. Три ветки. Все три рухнули, все три мертвы. Вот. Из-за этого сумасшедшего. А им уже 25-30 лет. Они хрупкие. Пусть я их не обрезал на концу. Но дело в том, что все равно хрупкие. Все равно себе. Все равно древесина уже не может держать такой сумасшедшего. Ну, не может. Я пробовал эту ветку поднять. Смотрю, две ветра очень десет. Я попробовал приподнять, не могу. А как оно выдержит? Ну, это я дальше еще сделаю. Перед вами я пробовал. У нас с углома два метра. Это угломится можно? Да, угломится. Значит, ваши два метра они предназначены для грушек, предназначены для абрикос. Вот и все. Ну, упредить как уже. У многих же это уже исторически сложилось. И ямки посаживают, значит, уже болеют. Вот так пейнет. Никто не обращает и выйдет, что посаживают ямки. И говорят, прискайте, прискайте. Сейчас, минуточку. Сейчас, сейчас, секундочку. Так. Значит, получается, что когда-то я частично эту проблему решил, хотя не я придумал посадку до холмы, но когда я не искал истину, я пошел в лес, а она вот она. Все деревья, особенно такие, ну, 10, 20, 30-летие, они имеют огромный холм. Вот, видимо, этот холм помогает им спастись от накрывания. Тогда этот способ перенес сам. Потом я этот способ обнаружил угрейля. Да, посадка на холм. Значит, для меня это, как бы, честь, что я не такое, я не такое. Потому что многие, бывало и так, садил в ямки, блядь, и буду садить. Я сейчас ослал, блядь. Вот и такие были, блядь, самые, как это назвать, спорщики. Так, так, блядь, вот так, знаете, тут параллельно со мной идет жизнь. Что интересно, да, вы думаете, все сейчас сидят с нами в беде, вот сейчас, если бы не этот канал, вот, садоводство пожертвовало, а работа идет сама по себе. Там идут споры, там еще больше, чем тут. Вот вы сколько написали? 10-20 этих, премьер, а нет ли там что-то, к нам никто не обращается? Сейчас, секунду. так, так, ладно, переписка вижу собой, пускай, 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 пускай. Черенок подписан Вопрос Черенок подписан Это видимо посуху получил Как абрикос манджурский Этот самый подвой персика Если вы этот черенок Привьете на сливу На абрикос На термин, на термин сливу На лучу Вы можете получить Урожай плоды Манджурского абрикоса Укрупненного И тогда вы скажете А нахрен мне это надо Это так же как на рыбалку собрался Через жену перерезал Потом сказал, помните анекдот Через жену перерезал Потом сказал, нахрен мне эта рыбалка Так и тут И вот когда вы Мой черенок куплены, как вы дружки А они у меня особые Как я это назову Вы приколы И вывел на что угодно Поверьте, повторяю А калыча Чего на термин слива Слива, абрикос Бывает и молочная вещь Хотя я не советую особо Бывает и даже Бесея Лишь бы только получили Вот полученные косточки А пока еще плоды Вы скажете Боже мой Ну нахуй черт И потом еще что-то на них приватить Это будет потом Вот Видите, как я умею отвечать По-своему Все, ладно Это работа особая Здесь свой канал Вы туда А не сюда Ну что, заканчиваем А нет Что-то написали Дерево Несложно раскопать Кефитарин сада Кто пробовал И у всех Сад рядом Тебирация Хоть больше бывает Да Кто бы спорил Хотя там Вся страна Однадцатый Походится Только Однолетними Домами И к ней Будет прилегать Тридцать Пятьдесят Сто Сот Вся страна Почему Еще раз говорю Это Не политика Только не подумайте Что я про политику Вот Дело в том Что люди Которые Живут В городах Двадцать Пять Тридцать Этажей В домах Они Олимпеды Но они Бескраде Уже убеждались Сами В этом Что Дет Это Зато Там Вот А теперь Представьте Семьи Человека Который Други Проснулся Оказывается Он владелец Целых Вектара Вот А всегда Где он Вот Появитесь Живопытство А вдруг Там Речка А вдруг Там Пруд А вдруг Там Этот самый Березовая Рощица А вдруг Там Ой Ой И вдруг Точно Тогда он Берет Огораживает Так Ему Получают Государственный Сертификат Я серьезно Говорю Государственный Сертификат Там Его владение Земле Точка Одна И на ближайшие Тысячи лет И тогда Он думает Все Пить Меньше Буду Вот Один Забор Чего стоит Огородить Тысяч Сто Придет Забор Не только От зайцев Чтобы не ели растения От двуногих Зайцев Вот Тогда Значит Забор Все Одна Ведут Потом Начинается Стройка Несколько лет Стройки Кто-то Может И займет А кто-то Будет Каждый Кирпич И сам Ложить Наработал Лишнюю Тысячу Завесил Наработал Завесил Я это знаю Проходил Сад Вот Дальше Построил Дом Посадил Сад Ну Все Как И вот Теперь Когда Все Это Будет Готово И Таких Участков Будет Десятки Биллионов Вот Только Тогда Мы Сможем Защитить Свою Страну Каждый Будет Знать Что Он Защищает Потому Что С Востока Китайцы Сегодня Улыбаются А Скажут Только Кто Китайский Язык Знает Вот Я Возьму Еще А Остальные Пофигу А Здесь Мы Будем Ворачивать Свои Знаете Что Как Уже Было Отравление Нашу Почву Китайцы И Только Это Будет Нашим Будущим Почему Я Это Говорю Вот А Почему Я Это Говорю Потому Что Она Болела И Потому Что У Нас Нет Другого Выхода Когда То Мы Должны Пасуться В Другой Стране Ту Землю Где Посадил Цап И Вырастил Дом Где Подрастают Дети Абсолютно Здоровые С утра Довесные На всю Работу И Не Дай Бог Чтоб Туда Интернет Не Доходил Не Дай Бог Хоть Б Не Доходил Когда То Эти Вышки Начнут Взрывать Интернет Чтобы Спасти Детей Ну Что Договорил Я А Вы Думаете Это Что Болтавля Что Это Наше Будущее Значит По Китайски Вам Или Даже По Немецки Опять Заяц Вот Что Думаете Я Сейчас Говорил Про Политику Я Сказал Про Политику Ни Слова Я Сказал Как Написано В этом Салон Конституции Так Должен быть Наша Земля Все Точка Это Не Политика Это Экономика Это Подъем Этого Самого Провышенности Все Это Надо Сделать Провода Засосы Вот Кирпичи Цвет Вот Чего Только Не Надо От Поглибы До Крыши Вот А мы К тому времени Лучше всех Сладно Засадили Чтоб Через Пять Дет Собит Смир Ну Надо В Ценции Делать Когда-то Все Прощаться Лайки За Вами Заказы За Вами Лучше Сейчас Чем Потом Жалечество Никто Вам Больше Не В Смир Смир Продолжение следует...